Достойная площадка для марафона талантов. Златоуст принял творческие делегации из разных городов в связи с 80-летием Челябинской области. Хореография всех направлений, вокал и оригинальный жанр продемонстрировали участники шоу на сцене Дворца культуры «Металлург». Пятерка коллективов от принимающей стороны тоже показала свое мастерство на конкурсе. Коллектив классического танца «Мечта» с первых секунд своего выступления удивил членов жюри. Точность движений, музыкальность и костюмы – то, чем девушки увлечены помимо основной работы, далекое творчество. Очень редко бывает, когда в нашем городе проводятся какие-то конкурсы, и если есть такой шанс, то почему бы его не использовать, не поучаствовать, не показать себя. Не то, чтобы волнуемся, а в ожидании, в предвкушении чуда, просто чудо выхода на сцену. Конкурс «Объединивший область» собрал на Золотоустовской сцене 45 самодеятельных коллективов из городов-соседей. От каждого муниципального образования 5 номеров. Отборы проводились на уровне сельских советов, дворцов культур, поселений, городов, районов. И затем это вышло уже на площадки зоновые, как у нас сейчас. Конечно, массовое вовлечение. За последние десятилетия это самый получился масштабный конкурс в сфере любительского творчества. Всего, с учетом всех отборочных туров, которые проходили в каждом городе, районе Челябинской области, приняло участие более 20 тысяч человек. Было просмотрено суммарно где-то 1700 номеров. 215 номеров были отобраны на полуфиналы. И вот один из таких пяти полуфиналов сегодня проходит в Золотоусте. Услышать положительный ответ от всех членов жюри – цель творческого состязания. За этим в Золотоусте отправились целые автобусы талантов из соседних городов. Привезли номер с русским народным танцем, называется «Красная девица». Мы решили съездить сюда в Золотоуст, потому что мы хотим доказать, что в нашем даже маленьком городе Карапаше есть театральные, творческие какие-то организации. Я пела русскую народную песню, мы на лодочке катались. Получилось. Я поразила всех членов жюри и мне сказали «четыре да». «Четыре да» услышали в свой адрес и золотоустовские коллективы. На марафоне талантов прозвучало три вокальных номера и две танцевальные композиции, отрепетированные в городе Крылатого коня. В финал творческого состязания прошли четыре наших коллектива. Но только СМС-голосование поможет им попасть в заветное число победителей. Мне кажется, любой конкурс для танцора, для любого участника певца, актера, это важно. Главное, он дает рост, творческий прогресс, старания какие-то, какие-то дальнейшие перспективы. Хотелось бы, чтобы это выступление состоялось в год, в 80-летие нашей Челябинской области. И мы с большим удовольствием участвуем в этом фестивале. Такое масштабное мероприятие по случаю 80-летия Челябинской области организовано для творческих людей региона впервые. Но востребованность конкурса и высокий уровень номеров позволяет надеяться, что марафон талантов еще не раз пройдет на Южном Урале. Конкурс может быть традиционным. Мы хотим его продолжать и хотим его развивать. И с каждым годом мы надеемся, что участников будет не только больше, но они будут интереснее и разнообразнее. И вот этот конкурс показывает, что очень много талантов в разных направлениях работает. И цирковое искусство, и вокал, и народные песни, и танцевальное искусство, и мода. Очень много разных талантов. Это и дети, и взрослые, и пожилые люди. Разнообразные таланты проявили южноуральцы в ходе фестиваля самодеятельного творчества. А Златоуст снова подтвердил высокий статус не только подготовки участников, но и возможности принимать мероприятия областного уровня.